Когда мы слышим слово «цирк», у нас сразу поднимается настроение, и мы всегда ждем яркого, красочного праздника. На этой неделе в Луганске проходит Международный фестиваль детских и молодежных коллективов «Цирковое будущее». Фестиваль ведет свою историю с 2002 года. Автором проекта стал директор Луганского цирка Дмитрий Касьян. С 2007 года фестиваль получил статус международного. С годами число стран-участниц только растет. В программе фестиваля – конкурсные выступления, научно-практические конференции и мастер-классы. Что нового и интересного было на фестивале «Цирковое будущее» в этом году, узнавала ведущая рубрики «Классный гость» Александра Павлова. Всем привет, ребята! Одним из ярких событий в республике на этой неделе стал фестиваль «Цирковое будущее». Поэтому я приехала в Луганский государственный цирк, чтобы пообщаться с его директором Дмитрием Касьяном. Здравствуйте, Дмитрий Тимофеевич! Добрый день! «Цирковое будущее» уже стал традиционным фестивалем. Скажите, сколько лет он уже проходит и как вам пришла идея о создании такого проекта? Фестиваль «Цирковое будущее» был создан в 2002 году и начал свое шествие как региональный. В 2005 году фестиваль стал всеукраинским, а в 2007 он уже приобрел статус международного. Ну и до настоящего времени фестиваль проходит в статусе международного. Идея создания такова, что в регионе было очень много цирковых коллективов, которым надо было дать возможность показать те достижения, которые возникли у этих коллективов. Поэтому мы создали вначале как региональный фестиваль, постепенно к нему подключились участники со всей Украины, а теперь уже из дальнего зарубежья. Какие страны в этом году приняли участие? Сколько всего участников? Какие номера? Практически номера всех жанров, кроме дрессуры, принимают участие в фестивале. В этом году в фестивале принимают участие коллективы и исполнители из Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Российской Федерации, Крыма, Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Белоруссии, Украины, Великобритании, Латвии, Швейцарии, Италии, Соединенных Штатов Америки. С какой целью проходит фестиваль и кто входит в состав жюри? Фестиваль проходит с целью, прежде всего, укрепления мира и дружбы между народами. И здесь, в Луганске, приезжая на фестиваль, ребята, у нас фестиваль молодежный, и ребята знакомятся друг с другом, общаются, делятся своими достижениями. В рамках фестиваля проходят мастер-классы очень известных специалистов в области цирка. Дети учатся новым ходам в жонглировании. Вот в этом году у нас в рамках мастер-класса, фестиваля мастер-класс по жонглированию булавами, по жонглированию дьявола. Это необычный предмет для жонглирования, такая катушка. И ребята учатся каким-то новым элементам в жонглировании и повышают свой опыт. Дмитрий Тимофеевич, поделитесь с нашими телезрителями планами на будущее. А планы на будущее очень простые. В этом году у нас проходит 16-й фестиваль. Мы будем только закончиться фестиваль, мы начнем готовиться к 17-му фестивалю и так далее. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Я узнала много нового. Спасибо, что стали нашим классным гостем. Спасибо вам. Приходите к нам еще. И я хочу сказать то, что цирковые представления фестиваля проходят на благотворительной основе. Поэтому все желающие могут посетить конкурсные программы совершенно бесплатно.